У Гродня прошло ушанование ведущих спортсменов-паралимпийцев-удельников 15-х паралимпийских гульня Урая-де-Жанейра. Нагадаем, от Прыньомынского региона в складе национальной сборной было три лёгкоатлета. Ганна Конюк стала капитаном команды, а Александру Трыпуцю доверили нести национальностях Беларуси. Удел Гроденцев у паралимпиады запомнился не только этими фактами. Юра Корнялович, протягнем. У Гроденского спортсмена Александра Трыпуця всё летние паралимпийские гульни Урая покинули двоякие уражения. Кидальник Копья настроился на перемогу, однако соперники не жадали так просто сдаваться. Тому бронзовую медаль наш паралимпиец в початку успринял как поражение. Конечно, я потом начал её больше ценить, что с таким трудом я её всё-таки вырвал. А в тот момент был больше я расстроен, что не получилось метнуть на тот результат, на который я был готов. А вось атлет цыганний конёк и плавчиси Наталья Шавель крыху не хопила до медалёв. И они заняли пятое и четвёртое место отповедно. Однако по праву вошли в международную элиту спортсменов-паралимпийцев. Капучарховый раз поддяковать за все досягнения областным центры изладили врачистую церемонию шанования. От имя керонистства в области и героям гульняв, и их тренерам были уручены гоноровые грамоты. А юные выхованцы Гроденских спортивных школ подрихтовали соправданное святочное представление. Высокие досягнение Гроденцев на международных споборницах справозвычайное. Разом с паралимпийцами первое место занимаются так званые «дефлимпийцы». Атлеты с обмежеванными махчимостями у лидеров на шматлейких чемпионатах свету. Их заслуги так само были отзначены. У нас активно более 800 людей с ограниченными возможностями занимаются спортом. В целом же более 3000 спортивных сооружений сегодня есть, начиная от школ, в очень хорошем состоянии, где сегодня не просто спортом, но и физической культурой могут заниматься любой желающий после окончания рабочего времени. Для этого свободный доступ до 22 часов есть в каждой школе Гроденской области. Более подробную информацию эту можно получить на сайтах школ, как человеку прийти и позаниматься спортом. Все это создает предпосылки, чтобы мы имели результаты и в спорте высших достижений, и в паралимпийском движении. Для многих присутствующих спортсменов высокие достижения на международной арене не первое и тем больше не опошнее у карьеры. Напереде напруженные шмат годовые тренировки. До наступной паралимпиады в Токии атлеты плануют подойти на вершине своей физической формы. А значит, скорбонка Гроденского спорта повинна пополниться еще не одной из нагородов. Продолжение следует...